Приветствую вас! Вы знаете, я хотел бы начать с того, что вы задаете свой вопрос, знаете, достаточно неопределённо. То есть, чего хотите, вы вроде бы написали, то есть, что вы хотите, вроде бы понятно, ну вот, что вам нужно, вроде бы понятно, вот. А проблема-то, собственно говоря, в чём? В том, что вы боитесь, например, в этом проблема. Вы боитесь, допустим, реакции мужчины, вы боитесь того, что он что-то сделает, например, с вами или что? То есть, в чём препятствует основное? Вот. Это первое. Второе. Значит, обратите внимание на то, что вы 12 лет живёте с человеком в гражданском браке. Это означает, что вы не поженились, да, у вас до сих пор не создана семья и так далее. Вы думаете, это случайно? Нет. Это не случайно. Это говорит о соответствии вашей самооценке к тому, что происходит. Вот. Дальше. Дальше. Значит, если мужчина агрессивный, да, то почему вы его терпели? Вот. Ведь у этого наверняка тоже есть свои причины. Понимаете? И причины эти очень важно понять. То есть, как правило, как правило, терпят из-за страха, из-за зависимости. Ну, в психологии есть такое понятие, как зависимость. Вот вы, на мой взгляд, да, находитесь в зависимости от своего мужчины, к сожалению. Потому что терпите его агрессию. А по какой причине вы это делаете? Да? То есть, почему вы терпите его агрессию? Потому что на одной есть причины какие-то. Вот. Это может быть все что угодно, да, это может быть страх, это могут быть какие-то потребности, это может быть что-либо еще. Вот. Не важно, не важно. Важно, что это есть. И тогда вопрос о том, что вам делать, раскрывается совсем по-другому, на мой взгляд. Вопрос раскрывается именно в том смысле, чтобы вы увидели, что удерживает вас с этим мужчиной. Чтобы вы увидели, как вы оказались в этой ситуации. Чтобы вы посмотрели в этой ситуации на себя. И увидели, что привело вас в эту историю. Что привело вас именно вот туда, где вы сейчас находитесь. И только тогда, увидев это, да, и подкорректировав. То есть, сделав себя независимым, независимым. Сделав себя независимым и свободным. Вы сможете расстаться. И, конечно, расстаться спокойно, да, у вас, безусловно, не получится. Ну, если мужчина агрессивный, значит, он не на самом деле станет спокойным. Ну, а имеет ли это уже значение? Вот. Большой вопрос. Имеет ли это значение? Важно ли это? На мой взгляд, нет. На мой взгляд, это не важно. Потому что, ну, по сути дела, вы, если сделаете свой выбор, да, то хоть что вам говори, а выбор есть выбор. По сути. Вот. Знаете, какая история. Ну, понятно, что тонкость, она вся именно вот, именно в том, вся тонкость именно в том, что вы боитесь, возможно, или нуждаетесь. Возможно. И вот, собственно, по этой причине у вас такая ситуация происходит. Ну, вот. То есть я стараюсь никогда не рекомендовать уходить, ну, скажем, сразу. Да, я рекомендую всегда сначала подумать, как я оказался в этой ситуации. Я оказался. Подумайте, что меня в эту ситуацию привело. Какие желания, решения, потребности, чувства, вот. Установки, надежды. То есть на что я надеялся. И только когда это все будет понятно, тогда уже и смотреть. Если уходить, то куда? Если уходить, то к чему уходить? Ну, вот я уйду отсюда, да, например, я выйду из этой ситуации. Вот. Уходить. А дальше? Что дальше? А дальше? Что дальше? Понимаете? Такая история. Поэтому, вот, на мой взгляд, ориентироваться нужно именно на это. И тогда вам не будет страшно, что спокойно расстаться не получится. Другое дело, что люди редко живут с агрессивными людьми, и просто так. То есть, если, вот, например, женщина живёт с агрессивным человеком, да, то у этого есть причины. Это определённые особенности восприятия себя самой у вас. Определённые особенности восприятия себя. Понимаете? Какие это особенности? Это вопрос. Но это особенности. Они могут быть, в принципе, самыми разными, начиная от страха одиночества, заканчивая, там, отсутствием, например, любви к себе и так далее. Вот. Но факт остается фактом. Вы для чего-то были с этим мужчиной в отношениях. Вы для чего-то терпели 12 лет. Ну, или не терпели 12 лет, а были 12 лет в отношениях с ним. И что, вы теперь вот так вот просто возьмёте и хотите уйти? Просто возьмёте так и уйдёте? Нет. Конечно, нет. Конечно, не уйдёте. То есть я верю в то, что хочется уйти. Я верю в то, что вы хотите уйти. Я верю, я верю, что вам этого очень сильно хочется. Верю. Но, хотеть уйти – это одно, а реально уйти – это другое. И я рекомендую вам, вот, ээээ, все-таки подумать об этом. Прежде чем уйти, да, смотрите, как вы сюда пришли. А то, окажите, ну, уйдёте, да, а ещё следующее мужчину, с которым вы встретитесь, он будет либо такой же, вот, либо ещё хуже, либо вообще не будет мужчины у нас больше. И это, на самом деле, не вариант абсолютно. То есть, вот понимаете, да, пока есть, эээ, пока есть, вот, эээ, такая, знаете, вероятность того, что у вас есть, эээ, ну, эээ, ну, неверное представление о себе, да, пока есть вероятность того, что вы, эээ, о себе думаете, эээ, искажённо, эээ, вот. Я думаю, что вам не нужно, не нужно вам выходить из отношений, эээ, себе разобраться, да, себе разобраться, это, это, это отлично, это хорошая идея, себе разобраться, вот. Поработать со своими личными границами, может быть, со своими чувствами, может быть. Вот эта идея хорошая. Уходить сейчас, не разобраться в себе, я думаю, это не то, чего вы достойны. На этом всё, я надеюсь, что помог вам, если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Ага, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А небольшой такой подскрипт он, наверное, будет, да, то, что, когда говорят, спрашивают, как вот спокойнее расстаться, да, я рекомендую не надеяться на то, что будет спокойно расстаться и рекомендую не пытаться что-то придумывать, то есть, вот, не пытайтесь, эээ, не пытайтесь что-то именно придумать, эээ, такого, эээ, ну, универсального, ээээ, в плане, вот, подбора слов, подбора формы, как и так далее. Вот, решили расстаться, расставайтесь, всё. Только уверенность, ээээ, только последовательность. Других вариантов нет. А вот, чтобы справиться с этим, чтобы адекватно с этим справиться, вот в этом вам и нужна помощь. И для этого нужен, нужен психолог, психолог, как раз таки. Эээ, я желаю вам всего самого доброго, эээ, удачи и успешного разрешения данной ситуации. Продолжение следует...